К новостям спорта. Петропавловский боксер Евгений Павлов привез серебро с престижного международного турнира Кубок Брандербурга. Он проходил во Франкфурте с 1 по 5 августа. Наш спортсмен одержал победу во всех боях, но почему тогда второе место? Расскажет Жан Сулут Астемирова. Несколько дней назад Евгений Павлов вернулся с международного турнира. Он проходил в Германии. Толгий перелет, встреча с родными и вот снова усиленные тренировки. На Кубке Брандербурга Евгений был в одном шаге от золота. Боксер достойно одолел соперников из Испании, Италии и Украины. Его ждал решающий бой с американцем. Но на ринг Женя так и не вышел. По ошибке организаторов сборная Казахстана оформила визу до 4 августа. А финал был назначен на 5-е. Школа бокса одна в Казахстане у нас. Все боксируют технично. И мы все с друг другом боксируем, боксируем. А когда выходим на европейские международные турниры, там совсем очень другая школа бокса. И как-то, можно сказать, неудобно боксировать с этим соперником. Другой стиль. Грязно боксируют они. На международный турнир съехали спортсмены из 20 стран мира. В сборную наши отобрали пятерку сильнейших. Кстати, Евгений Павлов – первый североказахстанец, попавший на Кубок Брандербурга. В боксе он с 8 лет. Сейчас выступает в молодежке. В сентябре ему исполнится 18. Старший тренер области Денис Языков надеется, что и среди взрослых Женя будет в числе лучших. Соперники бывают разные. Грубые, сильные. Женя может и подраться, может и ударить, может. Разносторонний мальчик. Для своего успеха, для своей победы он быстро думает, быстро соображает и принимает решения. Может рискнуть где-то. Такой боксер. Евгений – многократный победитель и призер международных первенств. Участник чемпионата мира. Сейчас он готовится к серьезному турниру. Он пройдет в сентябре в Омске. Жан-Сулут Астемирова, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.